Здравствуйте, дорогие друзья! Слава Богу за то, что у нас новый день, новая возможность и Божье присутствие. Когда мы, просыпаясь, понимаем, что мы не одиноки на этой планете Земля и вообще во Вселенной. У нас есть Творец, у нас есть Отец, у нас есть Тот, который заплатил за нас огромную цену. И это, друзья, говорит о том, что там, где мы сейчас находимся, Он нас не потерял из виду. Главное, чтобы мы не уходили от Него в сторону. И это вот как раз один из важных параметров, потому что люди, когда начинают торопиться, какие-то принимать решения и огорчаются на небеса, тогда оказываются в зоне изоляции. И вот эта изоляция, она становится очень страшной, потому что человек тогда начинает понимать, что куда бы он ни обращал свой взор, везде пустота или нет ответа. Но Бог, Он не такой, Он знает нас в любом месте и в любой ситуации. Поэтому, если когда-то были неразумные слова, сказанные в Его адрес, если были сделаны какие-то неправильные решения, это не значит, что Бог не прощает. Это не значит, что Господь не поворачивается в сторону каждого из нас. И вы знаете, как мы иногда хотим, чтобы кого-то Бог очень по справедливости сам ответил, а сами к себе просим милости. Поэтому давайте, друзья, помнить, чего я хочу себе, давайте будем желать другому. Это золотое правило жизни Иисуса Христа, которое Он оставил в Своем послании на горной проповеди. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И поэтому взвешивать себя на предмет решений, на предмет слов, на предмет выводов, я хотел бы себя поставить на эту позицию или нет. И в этом смысле пусть Господь поможет нам быть милосердными, потому что милостивые – это те, кто будут нарекаться, нарекаться Божьими сынами, это те, которые сами будут помилованы. Вот куда нас приглашает Господь – быть помилованными. И поэтому, говорит, оказывай милость, и ты войдешь в мою милость для тебя. И читаем второй стих 24-го псалма. «Боже мой, на тебя уповаю, да не постыжусь вовек, да не восторжествуют надо мною враги мои». Видите, упование. На кого, на что и на какие обстоятельства мы сегодня готовы опереться. Упование – это крепость. Упование – это определенного рода выбор, который мы с вами делаем. И потому здесь Давид говорит «Боже мой, на тебя уповаю». Сегодня уповать на царей, сегодня уповать на политику, сегодня уповать на бизнес, сегодня уповать на какие-то взаимоотношения человека – это так все зыбко. Оно рушится легко, оно разрывается так, как, знаете, гнилые нити. Но то, что с Богом происходит, когда мы с Ним выстраиваем это упование или на Него, на Его стабильность – вот это ценно. Вот это очень важно, друзья. И поэтому, когда мы с вами начинаем понимать «Боже, я на тебя уповаю, я на тебя уповаю, да не постыжусь вовек», и чтобы враги мои надо мной не восторжествовали, потому что есть заступник, который никогда не опоздает, есть заступник, у которого все взвешено. Мы с вами видим верхушку айсберга, а он видит целиком картину. И поэтому давайте ему доверим всю ситуацию, в которой мы оказываемся, как человечество, либо отдельно взятые государства, либо отдельно взятые люди, потому что у Бога полнота, видение, ведение и картины. И, соответственно, друзья, то, что мы сейчас можем с вами делать, это утвердить свое упование на Него, утвердить свое отношение к милосердию, утвердить свое отношение к Богу, который разберется с врагами, потому что если пути человека угодны Богу, он и врагов его примиряет с Ним. Я думаю, что это сейчас как никогда актуально, чтобы враги были примирены, потому что Господь это сделает, когда наша позиция перед Ним взвешена на Его весах и не найдена легкой. Поэтому я желаю, друзья, чтобы мы с вами были людьми, которые внимательны к Божьим предложениям и волнуют небеса своим выбором. И тогда небеса, приходя, начинают менять жестокие сердца на понимание, на любовь, на милосердие, на покров, на защиту. И там, где были враги, становятся друзьями, что я, конечно же, желаю всем нашим соседям и нам самим. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы в этом очень нуждаемся, чтобы нам действительно подойти к позиции, когда пути наши угодны Тебе, чтобы и враги наши, они были Тобою, Господь, удалены и примирены. Я благодарю Тебя, Господи, что вражда удаляется, а люди примиряются. И поэтому Ты знаешь, что убрать, Ты знаешь, от чего очистить. И потому пусть сердца народа Твоего, живущего на планете Земля, я сейчас особенно прошу о детях Твоих, о христианах, чтобы они не становились заложниками ложной информации дьявольской, потому что она в любом случае ложная, если она от Него и зашла, потому что Он Отец лжи, Он не может иначе. Но Ты благослови нас есть от Твоего стола, где истина, где Христос Сам стал для нас хлебом, шедшим с небес, где путь проложил нам в небо, чтобы нам иметь отношение с Небесным Отцом, как дети и Отец. Благодарю Тебя, что мы уповаем на Тебя и не останемся в постыжении. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok